Сегодня в нашей стране впервые отмечают День Благодарности. С этим праздником североказахстанцев поздравила Кимобласти. Ерик Султанов встретился с молодежью, ветеранами и представителями областной ассамблеи народа Казахстана. За вклад в укрепление межэтнического согласия ряду наших земляков глава региона вручил благодарственные письма. Репортаж Кристина Горбаченко. Встретиться с представителями разных этносов в первый день весны теперь два повода. Глава региона поздравил собравшихся с Днем Благодарности и Днем Рождения Ассамблеи народа Казахстана. Это праздники, когда все жители страны еще раз говорят спасибо президенту за политику межэтнического и межконфессионального согласия, за мир и дружбу. Мы гордимся, что наша североказахстанская область является одной из самых многонациональных в республике. В том, что сегодня на нашей земле мир и согласие, несомненно, большая заслуга всех североказахстанцев, результат успешной работы областной ассамблеи народа Казахстана. Ветераны областной ассамблеи вспоминали, каких родные, и они сами попали в нашу страну. Член русской общины Владимир Тимошин в начале прошлого века приехал в Североказахстанскую область из Поволжья. Ему пришлось пережить не только ссылку в чужую страну, но и военные годы. На всю свою сознательную жизнь запомнил я своё детство, военное детство, то лихолетие. Я бы не хотел молодому поколению, чтобы им пришлось так жить. Село, нет электричества, какая-то машинёшка полуторка, и та не рабочая. Все на фронте, а мы дети, старики и наши мамы трудились. Будучи на пенсии, принимает активное участие в общественной жизни региона. Пишет стихи. Сборник собственных сочинений о жизни своего поколения Владимир Тимошин вручил Акиму области. В 1937 году в Казахстан депортировали более 100 тысяч корейцев. Сейчас в нашей области представителей этой нации проживает около 500. Евгений Хан рассказывает, как казахи спасали переселенцев от голода. Для нас вот в эту зиму 1937 года лепёшка, которой поделились с нами наши земляки, коренные здесь жители казахи, были спасением. Все эти люди знают цену дружбы народов и жизни под единым шанераком. Поэтому делают всё, чтобы сохранить в стране единство и согласие. Выступала и молодёжь областной ассамблей народа Казахстана. Это иранцы, татары, турки, таджики и азербайджанцы. Все они родились уже в независимом Казахстане, обещая трудиться на благо своей родины. У азербайджанцев принято желать своим друзьям и добрым соседям мира и добра, чтобы в небо запускались белые голуби, а не оружейные залпы. И мы всегда будем помнить доброту казахского народа, который протянул руку помощи нашим предкам, репрессированным в казахстанские степи. Сегодня все мы граждане одной страны, республики Казахстан. И у нас одна цель – жить в мире и работать на благо своей страны. За многолетний труд, за личный вклад в укрепление межэтнических отношений семи североказахстанцам Ерик Султанов вручил благодарственные письма.